Видите, любовь — это не наслаждение. Мы так хотим её эксплуатировать, любовь. Любовь — это другая энергия. И награда за любовь является искренность, верность, чистота отношений. Фактически, любовь — это способность видеть духовное в человеке. Допустим, с женщиной есть и божественное качество, есть и человечество. И Бог дал божественное качество женщине. Это нежность, красота, доброта, верность, простота, желание заботиться. Это женские божественные качества. И любовь означает способность, несмотря на то, что у женщины есть ещё человеческие качества, это очень сильная чувствительность, капризность, раздражительность, лень. Склонность видеть недостатки близких людей и так далее. Много женских качеств есть. Если мужчина силой воли заставляет себя видеть божественные качества в жены, это называется любовь. То же самое у мужчины есть божественные качества. Это рассудительность, стойкость, терпение, щедрость, твёрдость Духа, способность побеждать, преодолевать трудности. Это от Бога все качества от Бога, не человеческие качества. И есть человеческие, это упёртость, неляшливость, однонаправленность, однолинейность, прямолинейность, чрезмерная, похотливость, склонность к вредным привычкам и так далее. Мужские и человеческие качества, грубость. Когда женщина видит в основном божественные мужские качества, то это называется любовью. А если она в основном видит человеческие качества, то это называется эгоизмом. Люди хотят, чтобы их любили, но сами при этом не хотят вкладывать аскезу внутреннюю, чтобы учиться видеть чистоту в человеке. Поэтому любовь всегда основана на духовной практике. Если человек развивается духовно, он учится видеть святость сначала в святых людях, потом в обычных людях. Тогда у него не будет проблем в интимных отношениях с близким человеком, потому что всё, что основано на любви, на настоящей, оно не имеет осквернения. Но если люди хотят наслаждаться друг другом и ждут балдежа друг от друга, счастья, то это не является любовью. Это называется вожделением или эксплуатацией энергии любви. Надо понять, что сама энергия любви имеет божественную природу. Это энергия супруги Бога. И когда человек хочет наслаждаться ею, он пытается наслаждаться Богом или его супругой. Поэтому это рано или поздно заканчивается. Бог сначала даёт людям возможность наслаждаться какое-то время друг другом. Называется влюблённость. Но влюблённость у всех заканчивается. У всех людей на Земле. Ну, пять, шесть, семь лет и всё. И потом начинаются уже скандалы, потому что люди требуют влюблённости друг от друга. Они требуют счастья. Счастье невозможно через требования получить. Поэтому приходится перестраиваться. Или ты хочешь учиться любить по-настоящему, или будешь разрушать свою жизнь. Поэтому работа над собой не означает наслаждаться только природой, здоровым образом жизни. Понятно, что без мяса впитаться намного круче и приятнее, и прекраснее, чем с мясом. Большинство людей просто об этом не понимают. Но это тоже наслаждение. Вот ты кушаешь прекрасную пищу. Это не означает, что ты служишь кому-то. Ты просто наслаждаешься. Общаться с людьми добрыми – тоже наслаждение. Молиться – это тоже наслаждение. В конце концов, даже совершать пробежки и закаливаться – тоже всё наслаждение. Это прекрасная, счастливая жизнь. А вот когда ты учишься прощать, это уже не наслаждение. Это называется любовь. Это когда ты жертвуешь себя ради человека. Он потом через какое-то время благодарен, становится тебе сильно благодарен за это. Вот с этого момента начинается любовь. Любовь надо заслужить. Ты вот вкладываешься в человека, терпишь, по-доброму относишься. Если он плохо себя ведёт, наказываешь его тем, что ты с ним не разговариваешь какое-то время, по-доброму тоже. Ну то есть это тоже любовь. Воспитывать человека по-доброму – это тоже любовь. Ну ты вкладываешься в человека. И он потом, в конце концов, начинает тебя уважать и относиться к тебе с благодарностью. Вот с этого момента начинается взаимность уже. Или ты заслуживаешь любовь. Вот это надо достичь, до этого дойти. Когда люди до этого доходят, у них очень сильно налаживается личная жизнь. Это такой как бы неожиданный момент. В основном никто не ожидает, что так бывает. Что близкий человек, который ты уже давно похоронил в своих отношениях, считаешь, что с ним ничего не получится, вдруг начинает вести себя по-другому, и в конце концов ты чувствуешь счастье в отношениях с ним. Это необычное чувство, и оно приходит только к смелым людям, людям способным любить. То есть вкладываться в отношения, ждать. Естественно, никакого размена не может быть. Не может быть поощрения, предательства, измены и так далее. То есть надо быть сильным человеком, не соглашаться ни на какие компромиссы в жизни. Но иногда даже человек, который идёт на компромиссы, потом тебя оценивает по-настоящему, начинает с тобой правильное отношение уже строить, потому что он обжёгся. Он понял, что так нельзя. Тоже такое бывает иногда. Но если говорить о вас, лично о вас, то у вас очень хороший муж. Он добрый, честный человек по отношению к вам. Но вы уже забыли об этом. Вы сейчас думаете только о том, что он вам не нравится. Но всё познаётся же в сравнении. Если от добра добра не ищут. Если добрый не нравится, значит, будет злой. Тогда потом мозги включаются по поводу того, кто был. И ещё вот это вот интересный такой момент, феномен. Люди думают, что вот если я сейчас найду себе духовно развитого человека, то мне будет так классно с ним. Вот есть же у людей такие духовные отношения. Я вот мечтаю о таких отношениях. Я много раз видел этот феномен. Человек находит себе духовно развитого человека, а потом в личной жизни этот человек ведёт себя ещё хуже, чем вёл себя неразвитый человек. Почему? Потому что никакое духовное развитие не гарантирует тебе проблем в семье, потому что в семье, в личной жизни включается очень жёсткая и тяжёлая карма, тяжёлая судьба. И поэтому здесь даже духовное развитие человека не гарантирует, что у тебя с ним не будет очень много проблем в жизни лично. Не гарантирует это. Поэтому лучше сохранять человека, который способен терпеть, прощать. Пусть он не духовно развитый, но он как человек хороший. И постепенно всё налаживается, если ты принимаешь вот это. А если у тебя мечты какие-то появились, слепые, каких-то возвышенных отношений, которых на самом деле ты не знаешь, что всё бывает иначе обычно, то тогда Бог будет наказывать. Предупреждение вы получили. От Бога привет получили. Теперь делайте выводы. Может быть, это будет последнее предупреждение для вас. Но там девушка вон руку поднимала, уже не хочет, стесняется. Где? Вы поднимали руку. Хорошо. Вот у нас с мужем те отношения, которые вы говорите, в принципе, с отсутствием понимании и принятия. И уже уровень любви тот, о котором вы говорите. Да, есть тот момент, который я, как женщина, не могу понять его отношения к детям. То есть он духовно развивается, он читает молитвы, молится, не может даже молиться за других детей. Но к собственным детям он относится за очень напряжённым. И у нас собственных детей общих нету. Поэтому даже к моей дочери, у меня дочь из-за первого брака, он относится с враждебностью. Мы живём уже 7 лет вместе. И вроде он болится, а одного приходит. Вам нужны аналогии, да? Да, моя логика женская, она просто вот... Аналогии, аналогии, сейчас будем искать аналогии. Аналогии, это называется тяжёлая судьба. Вот у человека тяжёлая судьба в отношениях с детьми. Ему тяжело очень. Вот именно в личных отношениях с детьми ему очень тяжело, он сильно устает от этих отношений. Ему тяжело. Аналогии, сейчас будем искать. А как преодолеть? Так, спокойно. Сейчас будем искать аналогии. О, вам сильно тяжело с мужем. Вот вы от мужа устаете. Да? От мужа нет. Но когда я вижу, как он относится к моей дочери, моя картина прям сразу меняется. Вот это называется... Вот это всё. Вот это называется устаете от мужа. Ну, то есть у вас есть тяжёлая судьба в отношениях с мужем. Хоть он хороший человек, всё как бы, но есть тяжёлая судьба. Вам тяжело терпеть что-то, а у него тяжёлая судьба в отношениях с детьми. У каждого человека есть в жизни зона тяжёлой судьбы. Вот кому-то тяжело работать. Вот, допустим, есть женщины, которым очень тяжело ходить на работу. Да? Тяжёлая судьба. Начинаешь работать и устаёшь. Плохо. Вот. У кого-то тяжёлая судьба в отношениях с собой. Человек не может себя заставить бегать, плачет аж, сил нет заставить себя. Тяжёлая судьба. У кого-то тяжёлая судьба в отношениях с детьми, у кого-то с начальством, у кого-то с тёщей и так далее. Где-то будет тяжёлая судьба обязательно. Вот у него тяжёлая судьба в отношениях с детьми, а у вас тяжёлая судьба в отношениях с тем, как относится ваш муж к детям. Я учусь. Ну всё, видите, и запомните, что Бог вас всё равно где-нибудь поймает. Вот, допустим, думаешь, ну ведь тут хорошо, и тут хорошо, и тут хорошо. Ну почему здесь-то у меня вот плохо? Ну вот почему, вот что вот такое вообще? Какой-то закон подлости. Так поймите, ради этого закона мы и родились здесь, на земле. Если бы у нас вот везде хорошая судьба, везде положено всё хорошо, на земле они рождаются, рождаются в раю. Люди в раю не страдают от отношений, им работать там не надо. У них там хорошая судьба, они там счастливы, там природа хорошая, воин нет. Но если родился на земле, жди где-нибудь подвоха с какой-то стороны. И что дальше делать? Надо принимать эту судьбу, посмотреть, что именно за энергией там действует. А там энергии нетерпения действуют. Это значит статическое напряжение. Значит, нужно неподвижное положение тела, бежать в воде, сидеть возле деревьев, пробивать этот блок. Конечно, ну конечно. И этот блок находится раз, два, три на третьем психическом цилиндре, связан с мыслями. Ну то есть это означает, что надо, если сидеть возле дерева, то, ну если сидеть вот расслабленно, то за 17 минут один цилиндр пробивает. Значит получается 17 на 3, получается 51 минута, надо сидеть возле дерева, чтобы пробить этот блок. И где-то после 40 минут начнется трудно. Будете вспоминать мужа, чувствовать, что все плохо. То есть блок как бы включится, и вы будете его сидеть, пробивать. Вот. То же самое, когда вы ляжете в воду, допустим, 22 градуса, будете лежать. Там получается 7,5 минут один цилиндр. Значит, 25 минут надо лежать. И это после 20 минут начнет крутить корежить. Будет плохо, холодно станет, неприятно. Там блок находится. А если вы будете стоять возле дерева, то 12 минут один цилиндр прощается. Значит, через 30 минут, 36 минут надо стоять вот так вот, неподвижно. Через 30 минут начнет крутить, вертеть. То есть там блок находится психически. И у каждого человека статическое напряжение действует или в здоровье, или в работу, или в личную жизнь. А точнее, ну куда-то на полную катушку, куда-то на половину, а куда-то совсем не действует. Вот, допустим, в здоровье у вас статическое напряжение плохо не действует. В работу действует на 20%. Вы устаете от работы, вам тоже там неприятно. Тяжело тоже так. Там тоже есть блочок. А вот связанный с личной жизнью, блок хороший. И несмотря на то, что вы духовно развитый человек, и поэтому Бог вас наградил хорошим человеком, несмотря на это, все равно, так как есть блок, это значит, что есть плохая судьба, значит, его надо аскезой побеждать. А есть три типа реагирования на судьбу. Первый тип реагирования, самый неправильный, это считать близкого человека плохим. Вот судьба действует через близкого человека, и ты думаешь, блин, все считают его прям возвышенным. А я знаю, что на самом деле, вообще. Вот, это, это, так действует судьба. То есть, первый вариант считать плохим близкого человека. Время действует, и ты видишь его недостатки сильно. Так действует энергия времени. Второй вариант реагирования, это, ну, смелый такой вариант, понять, что действует твоя плохая судьба через человека, и неважно, какой будет человек, все равно тебе будет с ним тяжело из-за этого. И ты принимаешь судьбу, говоришь, ну ладно, хорошо, значит так, значит, у меня вот такая трудность есть в жизни. Близкий человек не может, не то, что не любит, а вот это, когда ты принимаешь судьбу, ты начинаешь реально видеть, что с ним происходит. Он не то, что не любит детей, ему очень трудно с ними, он устает, ему психически тяжело, он сам даже жалуется, говорит, ну мне тяжело. Вот, а ты не хочешь это принять, потому что ты хочешь наслаждаться тем, как муж любит детей. А тебе такого наслаждения в жизни не положено. И вот из-за этого такие страдания, ну что такое, все же классно. Вот. Ну, то есть второй вариант, это принятие судьбы. Ладно, у меня там объем работы, ладно, у мужа вот такая трудность с детьми, ничего страшного, я принимаю это. Начинаешь статические упражнения делать, понимаешь, что у тебя блок именно такой, нетерпение человека, ты не терпишь это, раздражаешься, обижаешься, не терпишь. Хорошо, начинаешь убеждать статическое напряжение. В том раз, смотришь, легче тебе переносить. Первая стадия победы над судьбой — спокойствие по поводу того, что муж не переносит ребенка. Вторая стадия победы, три круга судьбы, первый круг внутри меня. Я уже просил, и все. Я нормально отношусь к тому, что муж не терпит рядом детей. Вторая стадия называется влияние. То есть внутри себя я уже очистил, теперь ниточка очищается, контакт с мужем. То есть я начинаю дальше молиться, работать над собой. И муж, я, во-первых, осознаю, что с ним происходит, и муж начинает меняться, ему легче становится. Это уже третья стадия. Ему легче начинает общаться с ребенком, потому что я свою судьбу победила. Мне уже не положено вот такое, чтобы муж так относился к ребенку, поэтому он начинает относиться лучше. Вот это правильный подход к жизни. А если человек, ну и самый третий, самый крутой вариант отношения, это когда ты вообще понимаешь, что не судьба действует, а это просто я задолжала что-то в жизни, я что-то там в прошлом не так делала, и поэтому мне вот это досталось, ничего страшного, справимся, и все нормально. Если человек считает близкого человека плохим, то это значит, что он идет на поводу у судьбы, и судьба закручивает его в бараний рог. Его жизнь становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И достаточно даже одного проблемы, одной проблемы рушит всю жизнь человека. Вот только одна проблема в отношении к человеку, этого достаточно, чтобы развалить семью. Все остальное хорошо, но это не важно, вот это важно. Судьба привязывает памятью к одной проблеме человека, как носом в одно место. Ну что, разобралась? Ну, в принципе, да, я вижу, как через моего ребенка действует судьба, то есть уже прям реально это вижу, а понимаю, если я раньше обижалась, то сейчас я понимаю, быстро успокаиваюсь. Отлично. Сможем тоже получать, но не всегда именно вот этот материнск, оно по сердцу очень сильно пьет. Ну, отлично, видите, вот хорошо, работайте над собой, побеждайте судьбу. Классно же так жить. Ну, на самом деле, да, классно, когда есть понимание, осознание, легче живется, на самом деле. Видите, как большинство людей просто как котята с судьбой мучаются, бросают друг друга, делают глупости, потом раскаиваются, понимают, что зря бросили, потом еще хуже достается человек, потом еще хуже. Ну, то есть, жизнь полная. А если тебе уже все рассказывают заранее, то нормально. Вот вы сейчас напрягаете близкого человека в вашем понимании вещей, он в депрессняк входит, потому что у него нет сил сблизиться с ребенком, то есть у него нет сил, ему тоже очень тяжело. Но если я свой объем работы сделаю, я... Ему легче станет, ребенку легче, всем легче станет жить. Но это поможет тому, что у нас вообще эти боятия, или это уже мне не по сути? Да, поможет. Вы страх у него уберете. Он боится, что если еще один ребенок в такое же отношение будет, ему так тяжело будет, то он с ума сойдет вообще. А у него такого нет по судьбе, у него только вот с этим ребенком. А потом, если свой появится, он будет его любить, будет легче. Ну, вам надо сейчас сдать экзамен. Вы просто... Если вы простите мужа, вот пройдете эти три стадии, то у вас будет ребенок дальше. Ну, я уже как замена готова, на самом деле, на работу уже выполнила. Но единственное, что... Ведь она поняла, есть за что трудиться. Конечно, у каждого есть за что отвечать. Единственное, у меня вопрос еще на полу здоровья. Вы сказали, что у меня с ними все в порядке, но у меня головные боли с 12 лет. И все результаты, все анализы говорят, что у меня все хорошо. Но вот неделю... Это другое. Это уже... Ну, я по статическому напряжению вас диагностировал. А по динамическому напряжению там спазмы и на втором, и на третьем цилиндре. При этом длительное непрерывное движение может помочь вылечить головные боли. То есть 44 минуты один цилиндр, значит, надо как минимум ходить, ну, 44 быстрым шагом или 48 медленным. Ну, то есть 48 умножить на 3, надо ходить раз в 3-4 дня. И вы постепенно, месяца за 3, сильно уменьшится предрасположенность головным боли. Ну, параллельно надо статическое напряжение тоже убирать в организме. То есть неподвижное положение тела, если говорить о лечении по-женски и головных боли, то хорошо подходит тополь вам, возле тополя стоять. Спасибо, Жанна. С чем надо поговорить? Так, ну вот дальше вот пойдем вот там, девушка. Да, садитесь. Во-первых, хочу вас очень сильно поблагодарить. Может быть, кто-то в первый раз. Мне за 4 года вы очень сильно помогли. Садитесь. Садитесь. Я так давно мечтала к вам попасть. Вы не просто себе не представляете. Я к вам, знаете, какой вопрос о выборе. Возможно, он подойдет, но я не могу уже 8 лет сделать выбор своей жизни. Он меня так измучил. Дело в том, что когда-то давно, 16 лет назад, из-за больного ребенка мы уехали далеко из страны. Искали возможность ей помочь девочке. Потом ее не стало. Потом появился второй ребенок. И жизнь так сложилась, что мы супругом стали, как я, ветерок и щука. Он уже там прижился. А у меня вот... Где-то, где-то там. В Италии. А материнское сердце вот видит, что идет деградация какая-то среди народа. И вот душа подсказывает, что для будущего ребенка и для семьи было бы лучше уехать оттуда. И вот из года в год, из года в год и семейные катаклизмы... Вы ездите туда-сюда, что ли? Ну, сейчас вот здесь была у меня мама, ушла из жизни, ухаживала за ней. И вот как будто бы, знаете, такая ситуация... Возвращайтесь назад. Возвращайтесь? Угу, можем. Ну, вот он тоже сейчас первый раз в жизни, он в таком состоянии подвешен. Вроде бы как, и чувствовать, что и тут, и там, видите, что в жизни происходит. И поэтому как-то и дети, может, не разятся, и все, и дом не строится. Вот все время вот на чемоданах. Ну, сейчас плохой период идет личной жизни. Надо его пережить. Вот он... Год идет плохой период у вас. Еще год будет плохой. Потом легче станет. А вот, Олег Иванович... Надо возвращаться к мужу. Так вот муж наконец-то говорит, может, муж правда когда переедет. Как-то он сам видит... Пусть переедет он к вам. Можете к нему приехать и тащить его сюда. Но вы без мужа не должны жить. Совершенно с вами согласна. Это я уже 4 года выучила, как отчет наш. Поэтому мы до сих пор вместе, наоборот, все лучше, и лучше отношения строятся. Вот хорошо, отлично. Олег Иванович, еще вот такая ситуация с детьми. Как-то вот не приходит ребенок, старшую похоронили. И вот вроде бы... У вас есть же один ребенок? Есть. Будет еще один через год. Частное время. Спасибо. Спасибо большое. Это у нас как это... Мне напоминает это... Какое-то шоу. Вычередок. Надо еще посадить несколько человек, чтобы они свистели, хлопали, танцевали в это время, когда я что-то скажу. Тогда будет интереснее. Ладно, я шучу немножко. Я не то, что как бы... Я просто сказал то, что есть, но... Пожалуйста, не воспринимайте это как чудо. Просто по судьбе вот ей... Не то, что обязательно будет. Я предполагаю, что будет. Я вижу, что есть возможность зачатия через год. А если вы здоровый образ жизни, вы же будете, да, длительное движение, подвижное положение тела, там, пост на воде, все будете делать. И как бы... Муж посмотрит на вас и произойдет зачатие. Ну, то есть легко все произойдет, без проблем. Мужу тоже надо здоровый образ жизни вести. Очень депрессирует по поводу работы. Думает об этом, надо тоже... Это тоже может сжигать энергию семени. Ну, вы спросите вот. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Садитесь, садитесь. Очень давно слушали наши реакции. Очень давно, это сколько? С 11 года. Ой, сколько можно так слушать? Это уже... 11 лет уже. Очень большие изменения у меня в жизни произошли. Ну, вообще, другим человеком, можно сказать, стал. Да? Да. Вот, и... Ну, есть такой вопрос. Который никак не дает мне покоя. Я не могу уже несколько лет его победить. Это вопрос карьеры моего мира. Он хороший, он без зренных привычек. Чем он занимается? Сейчас он делает чат-боды. Что это такое, чат-боды? Это вот в Телеграме, в Депископе, то есть чат-боды. А, ну, то есть чаты создают, да? Да, там роботы отвечают. А, все, роботы отвечают. Здравствуйте, вы попали в такой-то... Здравствуйте, вы попали на деньги. Параллельно он продает недвижимость. Ну, в основном у него деятельность была... Он постоянно что-нибудь продавал. Ну, вот это ему подходит. Подходит? Вот он как раз хотел узнать, подходит ли у меня? Вот чат-чат-боды ему создавать не подходит. Ага. Он там бьется, 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 и как бы особо денег нет. Но не его как-то не идет. А вот, смотрите, как в... Вот есть, да, есть разные виды продаж. Вот он такой системный человек. Вот это я просто вот так чувствую. Что если он будет продавать крупную недвижимость, и прямо стремится к этому, стараться, у него продажи железно получаются, но не часто. И если, допустим, нет разницы, что продать в год 5 квартир, допустим, или продать 5 заводов, понимаете? То есть у него продажи будут получаться, если он будет к этому стремиться. Но у него как судьба работает? Вот он за год продал 2 объекта крупных, и на весь год заработал денег. Понимаете? Вот у него так судьба работает. А чат-боды эти, он просто впахивает, впахивает, и там по копеечке капает. И он очень устает, потому что у него психика, она мобилизованно работает. Ему легко один раз вложиться и сделать, чем каждый день вкладываться понемножку. Вот эти чат-боды, они его выматывают просто, он устает. А если он будет продавать крупные объекты какие-то, недвижимости, он будет вкладываться, продавать, и у него будут хорошие результаты пойдут. Так я вижу его судьбу. А у него, как он, меня попросил вам задать вопрос, у него все-таки больше природа воспринимателя или творческого человека? Нет, творческого человека нет. Он бизнесмен на природе. Вы тоже. Да, да, я сейчас могу рассказать разницу между женщиной. Творческий человек, бизнесмен и руководитель. Женщина-руководитель любит статусно одеваться, очень такие строгие одежды. Если украшения, то очень крутые. Но она старается, чтобы у нее репутация была у ней, у мужа хорошая. У бизнесмена, женщины любят все модное. Не надо статусно, модно, чтобы красиво, ярко одеваться. Вот. И они любят вообще безделушки всякие покупать. Им нравятся шмоточки, всякие вот такое вот сознание. А у женщин, допустим, творческих людей, у них нет вообще такого наклонности к богатству, роскоши. У них есть просто увлечение. Вот она чем-то увлеклась, ей что-то нравится, и она этим будет заниматься. И это акциями идет. Что-то одно сначала увлеклась, потом что-то другое. Вот. Вот. Поэтому разные люди, даже просто по одежде женщины можно узнать ее природу. Вот, допустим, на первом ряду девушка сидит, а у нее руководитель природы. Видите, у нее статусная одежда такая строгая. Человек говорит, нет? Не знаю. Не знаю? У вас природа первой категории. Это ученые, там, вот, наставники, потому что люди такой категории одеваются очень, ну, чисто, плотно, прилично, непроско стараются. Вот так вот. Поэтому даже по одежде женщины можно уже понять природу мужа. И то, что там сильно напрягаться не надо. Продолжение следует...